Итак, я пишу следующее видео. Игрок Тадархан в игре World of Tanks. Я испытываю кромвель 6 уровня, это танк британской ветки на предмет свечения. Я записываю уже несколько видео, записал несколько видео на эту тему. Ну и для себя хочу посмотреть возможности свечения. Бегает танк быстро, мне нравится как он двигается 64 км в час. Но управлять еще этим быстрым танком, конечно, надо учиться, да учиться. И тем не менее, я пытаюсь им высвечивать чужие танки и при возможности наносить урон с подбитием. Не с пробитием, а с подбитием. Если удается подбить один танк, ну я для себя считаю, это неплохо даже. Бывает, что успеваю я нагинать один танк. Прямо при свечении. Ну в данном случае как раз сейчас попытаемся это сделать. На этой карте. Так, ну там уже у меня два светляка с другой стороны. Ага, они пытаются меня там забрать. Так, ну вот, тут у меня есть возможность. Да, меня забрали. Мог бы я забрать арту. Да, тут его добили. И это хорошо. Ну и вот. Мы посмотрим потом качество свечения. Ну у нас оно не очень большое, но результаты свечения там дальше. А сейчас мы понаблюдаем за нашими коллегами. Счет пока 1-1. Уже 1-2. Уже 2-2. Да, ну что толку перечислять цифры? Надо ведь смотреть, как народ играет. А тут одни красные. Ну и в общем, на карте почти все танки высвечены уже. Можно за ними наблюдать. Ну посмотрим. Это, по-моему, тоже кромбель. Да, сейчас его, по-моему, нагнут. Этот кромбель. Да. Счет 5-3. Мы пока ведем. Ну, тут ведут бой танки из 6-го по 8-й уровень. Иногда бывает так, что попадаешь с 5-го на 8-й, то есть с 8-ками. Пятерки играют с 8-ками. Тоже как-то странный подбор, но, видать, это делает компьютер. Но 2 танка остались в поле боя. Остальные ведут квартальные городские бои. По-моему, это у нас Тигр, да? Тигр. Немиров. Да, довольно внушительный ствол. Это у нас РХМБВТ. Но я еще вообще не знаю танки 8-го уровня, конечно. Почему? Потому что я всего лишь дошел до 6-го уровня и исследую тему свечения с кромбелем. Это единственный танк из 6-го уровня, который мне нравится и который у меня есть в ангаре. У меня в ангаре всего 3 танка. Один тяж, один средний и кромбель. Сейчас играю на ТВ-150 и поэтому мне интересно посмотреть, как кромбель показывает себя в тактике свечения. Ну и записал уже несколько видео, но пока мои результаты очень скромны, но они небольшие. Я для себя делаю вывод, что с кромбелем я не очень хорош в свечении. Но надо будет поиграть видимо с тяжем и выбрать другую тактику. Не тактику беготней по полям и горам, да? А надо выбрать способ ведения боевых действий такой ползучий, тягучий нагибательский стиль. Подкрадываться, добивать, смотреть, не торопясь. Ну вот такой, такая игра мне меньше всего интересна на самом деле, но с такими танками, как Т-150 это иначе невозможно. Но с кромбелем, с кромбелем интересно то, что он очень быстро бегает и все быстро меняется. Успеваешь добивать или бить кого-то, пробивать, тебя потом добивают. Ну, в общем, как-то все это происходит динамично. Без особой заботы о статусе, о статистике у себя там достижениях где-то. Я не сильно на это смотрю. Может быть, это важно, но мне лично на данный момент времени интересно вести то есть интересен сам процесс бойни игровой. конечно, прежде всего. Ну, вот. Мы видим 14-2, да. Только недавно было очень хорошее преимущество в цифрах. Сейчас смотрю, уже почти сравнялись. Ну, и все же три танка это очень большое преимущество против одного Т-21 хотя бы, да? Ну, тут и метафора, и эпитеты, и дно, и рак, и это все, когда человек уже проигрывает, тут и и нупья, и олень, и все, что угодно. Думаю, что тоже на эту тему, на тему лексики хочу записать отдельное видео о развитии русского языка, скажем так. о пополнении русского языка лексикой англоязычного контента. Ну, и так, мы закончили нашу игру. Давайте смотреть, а смотреть-то не на что. Одно свечение, да, помощь в уничтожении, это у нас мы когда подобрали, или точнее говоря, нам подобрали, да, арту. Ну, и 4000 с лишним у нас серебра. Кстати, вот, всего лишь одно свечение, да, подбили, и результат по денежкам при выигрыше, намного больше, чем в других видео. Ну, да ладно, с вами был некий Тадархан с кромбелем в свечении.